Всем привет! Сегодня очередное пробование азиатских штучек из азиатского магазина в Германии. Магазин называется Kim Asia Markt. Сегодня будем пробовать такую штукенцию. Это какие-то рисовые шарики. Стоили они... Так, сейчас сфокусируется. Или нет? О, господи, где-то было васаби. Вот, Райс Бельхин. Рисовые шарики. Евро 85. В замороженном виде. Не хочешь с камерой фокусироваться, но ладно. Тут стоит Евро 85. В замороженном виде. Я вообще подумала, что это типа маленькие мочи. Это самое. И думала, что их просто-напросто разморозить немножечко, и они будут уже съедобные. Значит, я их открыла. Вот так они выглядят. Давайте это уберу, чтобы не мешало желатинку. Значит, вот так они выглядят. В замороженном виде. Шарики. Я, честно, подумала, что это реально мочи. Решила их попробовать. Где-то тут один надкусила кусочек. Где-то тут какой-то. Вот этот вот я надкусила. Поняла, что это что-то ещё не готовое. И решила почитать всё-таки инструкцию. Вот. Значит, во-первых, на инструкции написано, что вещь вегетарианская. Вегетарианская. Что ж ты не фокусируешься-то, а? Что-то не ходит на телефон, если не фокусируется. Ну и ладно. Ну, что-то вещь вегетарианская. С начинкой из красных бобов. Хотя вот это вот что-то не очень похоже, что оно красные бобы. Обычно они более красненькие. Ну, посмотрим. Возможно, оно внутри будет. Так вот, в инструкции написано, что их нужно варить. Что-то достаем из морозилки, не размораживая. Тут по-английски написано. А вот ещё по-немецки тоже написано. Не размораживая, кидаем в кипящую воду. Потом, когда... Ну, как пельмешки, в общем, варим. То есть вода немножко приутихнет, не будет кипеть. Потом доводим до кипения. И буквально там через минутку снимаем с огня, и оно, кстати, готово. Можно добавить сахар по вкусу. Он мне это самое... Как будто почти что разогрелось. Сейчас будем кидать внутрь и проверим, как они будут в готовом виде. Так они твёрдые. Ну, замороженные, естественно, твёрдые. Что внутри, пока что не знаю. Выглядит интересно. Закипела водичка. Кидаем шарики. У вас... А, что-то мало воды налила. Ну, ладно, давай сейчас кину и добавлю ещё воды. Что-то я лоханулась. Ох, они от пара размораживаются. Сварю сразу все. Ну, а в принципе, ничего сойдёт так в водичке. Чуть-чуть только если добавить... Варится. Прикольная упаковочка. Можете оставить, не знаю... конфетки в неё делать. Да? Они немножко прибавили в размере. Так, давайте выключаем. и достаём готовенькие рисовые шарики. Разбухли. 10 штучек. Так, вот из этого что-то уже вылезает потихоньку. Вот эта вот начиночка. Начинка, да, похоже на лобовую пасту, но какую-то как будто бы порошковую. Ну ладно, сейчас попробуем и заценю. Вот такая красота даже эта самая пара идёт на фоне халвы из русского магазина и покемона. Ну-ка ещё на фоне тёмном. О! Красота! Ну что-то попробовали. Всё-таки это настоящие моти. Ну как настоящие, просто это моти, короче. То есть, смотрите, это просто моти в замороженном виде. Когда я их сварила, получается, что сверху у них такая слизкая такая... Ну, короче, слизкая оболочка такая. Я думала, что они сейчас слипнутся все, но это самое, уже минут пять, допустим, лежат, и они до сих пор ещё как бы не прилипнут друг к другу, они спокойненько друг от друга отцепляются. Ну, они прилипают, но легко отцепляются, да. То есть, как бы не сильно приклеиваются друг к другу. В принципе, я думаю, если их посыпать какой-нибудь мукой, либо какао, либо ещё какой-нибудь присыпочкой, то они будут как другие моти, которые я покупала. Ну вот хотя лежат рядышком другие моти, которые уже готовы. Они все посыпаны какой-то пудрой. И они не такие клейкие, как вот эти, да. Значит, по вкусу. Значит, по вкусу тесто, оно как бы совсем не сладкое. Я сахара не добавляла. На пачке было написано, добавьте сахар по вкусу, но я не добавляла совсем никакого. Потому что я хотела узнать, какой будет вкус такой, в смысле натуральный. Дальше бобовая паста, она как, ну, как и вся остальная бобовая паста, которую я кушала, сладенькая, вкусненькая. Ну, как, нормально, короче. Как обычно. Дальше. Цвет бобового пасты не такой, как на картинке. То есть он обычный, опять-таки, да, как я, какой, какой, такой, каким я его и знаю. А на картинке он был показан каким-то таким желтоватым цветом. Меня, конечно, немножко это сиритировало. Но, вроде как, ну, вроде как, дошло, что это все-таки бобовая паста и смогла купить то, что хотела. Что еще можно сказать? А, тесто. Мне не очень понравилось, что тесто такое тоненькое. То есть, допустим, вот эти, Моти и другие, которые я там еще кушала, у них у всех толстенькое такое тесто. Здесь тесто оно тоненькое. Не знаю, может, я там не доварила, конечно. Хотя я подумала, как первый раз это вытащила, я думала, что я их переварила. Ну, в общем, не знаю. Возможно, просто, на просто, действительно, тесто тоненькое. Я люблю, когда теста много, чтобы можно было кусить и было так приятно кусать. По составу, допустим, если мы сравним вот эти готовые Моти и вот эти замороженные, да, как бы полуфабрикатные, по сути, полуфабрикатные должны быть более хороший состав, чем вот готовые, потому что готовые, оно уже сделанное, то есть сваренное уже полностью. И оно, как бы, хранится долго. Я не знаю, сколько оно тут хранится, конечно. Что-то не описано, до какого числа оно хранится. Вот, вот эти вот готовые, они хранятся до 20-го года, да? То есть еще год, полтора года примерно даже. Даже чуть больше, наверное. Два года, прости, что они это самое хранятся. Эти же, я не помню, какая там дата стояла, но замороженные продукты, они тоже довольно-таки долго хранятся. Значит, получается, что здесь консерванты на свежее, готовое, а здесь консерванты должны быть только на замороженное. Замороженное на самом деле должно дольше храниться и, по сути, не должно быть плохих веществ. Но, как я посмотрела по инструкции в этом самом составе, здесь гораздо хуже состав, чем вот здесь. Здесь есть еще пальмовое масло. И еще сюда добавили муку пшеничную. То есть те, кто, допустим, у них аллергия на глютен, этот вариант им не подходит. То есть тут точно есть пшеничная мука. Вот здесь же, здесь, сейчас покажу упаковочку. Это вот такие вот мочи, у них разные вкусы. Вот, как раз я купила какой-то тава мочи, еще ни разу не пробовала. Вот, собираюсь пробовать. Значит, тут у нас в составе пшеничной муки нету. Конечно, тут присутствуют всякие различные Е, всякие ароматизаторы, эмульгаторы и так далее. Но я тут не нашла ничего про пальмовое масло. То есть без пальмового масла вот это все у вас сделано вот здесь вот. Ну, всякие различные Ешки тут присутствуют. Я, конечно, не специалист в этом деле. Потом, может, как-нибудь сделаю обзорчик вот конкретно на вот эти вот мочи. Ну, на всю такую линейку этих вкусов. Вот. Ну, в общем, что касается вот этих штучек, они стоили намного дешевле, чем эти. Эти стоят 2,75, по-моему. Обычные моти, ну, с другой начинкой, с бобовой, они стоят 2,35, по-моему. А это евро 85. То есть как бы разница такая все-таки ощутимая все-таки. При этом здесь гораздо больше. Здесь 10 штук, а здесь всего 6 штучек. Ну, а по качеству, ну, в принципе, на один раз попробовать мне хватило. А если захочу еще, то я все-таки предпочтю вот такие более дорогой вариант. Но более интересный для меня. Ну, в общем, кому интересно, можете тоже попробовать. Ставьте лайки и подписывайтесь. Ждите следующих обзорчиков. Субтитры сделал DimaTorzok